Российская история знает такие события. Это когда Наполеон взял Москву. Понимаете, да? Хотя столицей тогда был Санкт-Петербург, но Москва всегда была сердцем России. Ну и что? Объединились партизанские отряды, создали новое правительство, разработали новые планы жизни. Во время Великой Отечественной войны была угроза Москве, но тогда столица переместилась куда? В Куйбышев. И там были государственные органы. Ну пропало все наше правительство. Но новое правительство выдвинется, земля российская богата талантами и умами, поэтому вот эти таланты и умы мы начнем собирать. А чего бы мы не хотели, это, конечно, вот этой бесконечной бюрократии, которая сегодня разрослась. Сегодня у нас чиновников больше, чем учителей в России. И получают они маленькие деньги. Это легенды о том, что они сильно богаты. Это в государственных корпорациях, там, ближние к государю граждане получают. А мелкий чиновник, он получает копейки. Он как, вот помните, в шинели гоголевской, вот примерно такой персонаж. Поэтому я считаю, что можно было бы подумать над системой управления. Не в смысле ее сокращения, а в смысле ее переформатирования. Вот, поэтому, ну что, жалко Москву-то. Если она пропадет со всеми ее церквями, колоколами, с Кремлем, с Блаженным, и с грановитой палатой, набитой алмазами. Это просто ужас. Конечно, накопаем новые алмазы. Ну а история? Самое-то главное, это не то, что мы все пропадем, там, депутаты или правительства. А то, что может пропасть целый пласт российской истории, на которой, собственно, мы стоим. И наши предки, которые ковали, не знаю, подковывали лошадей, монеты там, чеканили, и торговали со всем миром, и наша замечательная история, и спасение от Наполеона, и Великая Отечественная война, и ее обороны. Нет, я не согласна, чтобы Москва пропала. Субтитры создавал DimaTorzok